Кубань находится в числе лучших регионов России по собираемости взносов на капремонт. Средства, которые аккумулируются в специальном фонде, успешно работают. И это дает отличные возможности для обновления жилья. В 2021 году в Краснодарском крае отремонтируют 795 домов на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. В Славянском районе стараются сполна использовать возможности программы капитального ремонта многоквартирных домов, которые действуют далеко не первый год. Начиная с 2014 года в муниципалитете отремонтировано 117 домов. И в нынешнем году планы серьезные. Участие в программе дает возможность жильцам ремонтировать инженерные сети, кровли, фасады домов. В прошлом году у нас капремонт осуществлялся на 15 многоквартирных домах. Вот 10 из них в Славянском городском поселении, 5 на территории сельских поселений. Это 3 дома у нас в Петровской станице и 2 дома в Забойском поселении. Вот работы завершены по прошлому году. Вот в текущем году капремонт продолжается, программа работает. В план включены 18 многоквартирных домов. Вот на общую сумму около 50 миллионов. Из них 10 домов в Славянском городском поселении, 8 домов на территории сельских населенных пунктов. В том числе 3 дома у нас в Петровской, 2 в Целинном, 3 в Забойском поселении. На очередность ремонта влияет ряд факторов. Время постройки дома, состояние инженерных коммуникаций, фасадов, кровли и других конструктивных элементов. Немаловажен и уровень оплаты жильцами взносов на капремонт. Какой процент собираемости на доме, от этого и исходит сумма. То есть если при 100 процентах, предположительно, да, миллион должен быть жителям выделен. Но если у них собираемость 50 процентов, то будет 50 процентов от этой суммы выделено. То есть нужно оплачивать, погашать долги, если есть у кого-то, проводить работу со своими соседями, собственниками жилых и также нежилых помещений, которые оплачивают за капитальный ремонт. Для проведения ответственных работ привлечен опытный и уже хорошо зарекомендовавший себя подрядчик. Будут выполняться работы по теплу, теплоснабжению. Они, скорее всего, сейчас начнутся после отопительного сезона сразу. Фасадные работы, кровельные работы, ну и также электрика, холодная вода. В общем-то, собственно, все виды работ, которые были фондом капитального ремонта нам предоставлены, мы их все выполним в полном объеме. Элемент «Югстрой» из Новороссийска, но в нашем районе уже освоились, заслужили доброжелательное отношение со стороны жителей. В работе используются качественные материалы. Фонд капитального ремонта, который является в данной ситуации заказчиками, они разработали техническое задание, в котором прописали все необходимые требования к материалам, используемые на домах при проведении капитального ремонта. Естественно, все расценки работы проходят государственную экспертизу. Все за этим всем следят. Поэтому мы действительно принимаем во внимание все требования наших заказчиков, жителей, пожелания. На все виды работы обеспечивается пятилетняя гарантия. Жители отремонтированных этой компанией домов в целом довольны качеством работы и отношением к делу. Конечно, тепло. Нормально. Помененные стояки, все нормально идет. Вы довольны? Ну, почему быть недовольны? Конечно, довольны. Довольны. Все нормально, все хорошо. Дом нормально, считаем, сделали. А те, кому только предстоит капитальный ремонт, ожидают от строителей добросовестной, отличной работы. Это хорошо, что он пришел, этот капитальный ремонт. Мы как бы долго ждали его. Надеемся, что сделают его очень быстро и хорошо. Будут приложены все усилия, чтобы намеченное в этом году было выполнено в срок и с хорошим качеством. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».